Не за горами обильные таяния снега и паводок на реке Печора. Еще немного и Наринмар вновь поплывет. Вряд ли этот богатый на осадки год станет исключением. Скорее наоборот, добавит проблем как коммунальщикам, так и горожанам. Последние убеждены, что масло в огоне, точнее воды в городские лужи, добавят искусственные снежные сооружения, образовавшиеся повсеместно по городу после уборки от снега улиц и преддомовых территорий. Убранный снег не вывозится за город вовремя. Горожане бьют тревогу. Тему продолжит Наталья Дуркина. Виктор Шустров не первый раз бьет тревогу. Снежные горы в поселке Сахалин с каждым днем становятся все больше. Порядок должен быть порядком. И лицо города, в принципе, чистится чуть ли не каждый день, сам центр города. А вот это, здесь вроде как не люди живут. Своими силами жители поселка пытаются хоть как-то убрать территорию. Однако этого недостаточно. Виктор не раз обращался с заявками в муниципальное предприятие «Чистый город». Техника выезжала, но ее было недостаточно. Все заметало и вырастали новые снежные горы. У нас нет-нет, да почистят. А так сейчас, вот видите, какие кучи. Их за один день, даже за месяц, может, сложно будет вывезти, елки-палки, при таких обстоятельствах. И такая обстановка во многих городских районах. Так, в прошлом году из-за несвоевременной уборки в микрорайоне Кармановка попросту поплыли дома. Огромная лужа, которая стекала прямо под деревянный дом, подмывая его, заставляла жителей обращаться во все инстанции. Расскажите, что у вас случилось? В субботу я пришла домой и увидела, что погреб уже поплыл. Обратилась сразу в 112, на что мне ответили, что чистый город отдыхает и приедет только в воскресенье. Как вы справлялись? Воду выносили ведрами, сами справлялись. Одно безобразие. Большое спасибо управляющей компании «Содружество». Они день и ночь выкачивали выгребные ямы вместе с источными водами. А с чистым городом мы боремся уже третий день, никакого эффекта. Стоит отметить, что в настоящее время на уборку города брошены все силы чистого города. В несколько смен работают пять самосвалов и четыре Амкадора. Мы в первую очередь стараемся вывезти те кучи, которые идут согласно ГОСТу. Здесь нормативные сроки, а дальше мы уже вывозим те кучи, которые по приоритетности. В первую очередь, которые могут повлиять каким-либо образом на безопасность. Снег вывозят ежедневно на полигон ТБО. За период с января по март вывезено около 60 тысяч кубов снежной массы. За весь 2019 год 93 тысячи кубов снега. Очень часто происходят моменты, когда граждане считают, что чистый город должен вывезти эту кучу. А на самом деле чистый город работу там не проводил. И это либо управляющая компания, либо бывает просто люди наняли технику. Очень многие нанимают технику, например, почистить гаражи. Сдвигают это на общую территорию. И говорят, что люди при работе по расчистке своих территорий, даже территории частных домов, они не задумываются о том, что этот снег нужно вывозить. И они просто складируют это на территории муниципального образования. Не все управляющие компании добросовестно выполняют свои обязанности. И если на вашей придомовой территории образовались горы снега, и ваша управляющая компания до сих пор с ними не справилась, начинайте бить тревогу. От вашей позиции может зависеть очень многое. Что касается муниципального предприятия, то добавлю, что в ближайшее время автопарк предприятия пополнится новой спецтехникой для повышения качества уборки территорий.